Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее вертикальный разрез, который будет перпендикулярен верхнему краю нижней носовой раковины и параллелен средней носовой раковине. И далее снова горизонтальный разрез в сторону места прикрепления крючковидного отростка, переднего края крючковидного отростка. Вот я его сейчас как раз скачаю. Очень важно обратить внимание на то, что горизонтальный разрез не должен подходить слишком близко к верхнему краю нижней носовой раковины, потому что эта манипуляция может сопровождаться достаточно выраженным кровотечением. Здесь лоскут формировался с использованием серповидного скальпеля. Как ранее было рассказано, мы сепаровку начинаем с углов, которые выделяются очень тщательно. Обращаем внимание обязательно на линию акселярис. Здесь смысл в том, что передний край крючковидного отростка, прикрепляясь к лобному отростку верхней челюсти и слезной кости, является задней стенкой ямки слезного мешка, проекцией задней стенки ямки слезного мешка. И мы начинаем формировать площадку костную, начиная от углов. Сепаровка происходит достаточно легко. Мы видим край, костный край. Здесь же место прикрепления крючковидного отростка. Сверху начинает просвечивать клеточка агернази. И мы этот лоскут можем таким образом аккуратно завернуть и заправить его в средний носовой ход на время выполнения оперативного вмешательства, чтобы он нам не мешал, чтобы снизить риски попадания его на бор. Есть. Следующим этапом мы берем кусачки керрисона. Подводим их к нижнему краю костной площадки. И в месте прикрепления отодвигаем слегка передний край крючковидного отростка и начинаем скусывать кость. В этой области костные структуры иногда бывают достаточно толстые, тогда можно применять бор. По мере того, как костные структуры позволяют нам удалять их кусачками керрисона, мы выполняем это этим инструментом. Можно проводить небольшую ротацию кнутри и таким образом сократить время этой процедуры. Вы видите, что на этом этапе после резекции кости у нас начинает появляться край слезного мешка. Как нам это проверить, надавить на его проекцию со стороны глазницы. Еще керрисон. Да, мы в своей практике применяем алмазные боры всегда. Потому что даже если лоскут у нас наматывается на алмазный бор, это не очень сильно отражается на его состоянии. Потому что вольфрамово-корбидные боры, они всегда травмируют достаточно сильно лоскут. Вплоть до его разрыва. Сейчас мы перешли на лобный отросток верхней челюсти. Здесь кость всегда более толстая. Для дакриациста риностомии существуют специально разработанные боры. На задней поверхности которых существуют протекторы, позволяющие защищать лоскут. Сейчас мы используем алмазный бор для основания черепа. Поэтому Аркадий Николаевич мне помогает с ригацией и аспирацией. Потому что здесь встроенная ее нет. Она не предусмотрена. В наборах для эндоскопической дакрицистариностомии такая опция всегда есть. Когда лобный отросток верхней челюсти достаточно толстый, можно применять вольфрамово-корбидный бор высокоскоростной. Единственное, что нужно, конечно, всегда контролировать касание тканей, чтобы оставить в сохранности лоскут мукопериостальный. Здесь очень интересная анатомия у данного пациента. Потому что ямка слезного мешка находится достаточно глубоко. И очень выражена лобный отросток верхней челюсти. При данной анатомии, при таких операциях, в принципе, вскрытие клетки Айгерназия не является дефектом этой операции. И происходит нередко. Почему? Потому что основная задача оперативного вмешательства – нам выполнить трепанационное отверстие, наложить его, такого размера, чтобы увидеть купол слезного мешка. Потому что именно там слезные канальцы входят в полость слезного мешка. Это очень важно для профилактики рецидива в послеоперационном периоде. Чуть позже мы продемонстрируем этот элемент. Сейчас на мониторе мы видим, давайте сориентируемся по анатомии немножко. Это эндоскоп 45 градусов. Мы видим лоскут. Мукопериостальный, который мы сформировали на этапе доступа. Далее. Мы видим лобный отросток верхней челюсти. В скрытую клетку айгернази. Сформированную дакриостому. Края дакриостомы расправлены. Проксимальные дистальные концы расправлены и прикрывают обнаженную кость. Далее. Мы видим купол слезного мешка. Обязательно визуализировать верхний и нижний слезные канальцы. Только при условии выполнения этой манипуляции и такого обнажения, вскрытия слезного мешка, мы можем себе позволить не выполнять стентирование. Что же делать с лоскутом? В зависимости от площади трепанционного отверстия кости и того, насколько позволят края слезного мешка закрыть обнаженную кость, мы можем принимать решение по поводу действий с сформированным мукопериостальным лоскутом. В данной ситуации мы поступим таким образом. С учетом того, что у нас открыта достаточно широко клетка агернази, мы закроем лоскутом обнаженную кость по краю клетки агернази с переходом на лобный отросток верхней челюсти. Обязательно соблюдаю условия, чтобы не закрыть купол слезного мешка по краю. Снизу у нас осталась обнаженная кость и нижний фрагмент лоскута мы уложим по краю кости. Эндоскопические ножницы. Здесь очень удобно попросить Аркадия Николаевича подержать лоскут. Держите. Продолжение следует... Возьми его и за середину. Продолжение следует... Сформированы оба лоскута мы укладываем назначенные обозначенные нами места. Продолжение следует... Если мы говорим о живой хирургии, конечно, мы не выполняем такую тотальную диссекцию вертикальной порции крючковидного отростка. Не переходим на горизонтальную порцию. Здесь на этом анатомическом препарате анатомия немного изменена, потому что были предшествующие операции на глазнице и на лице. Поэтому мешок, слезный мешок, он смещен в глазницу был. И поиск его был немножко затруднен. Но суть оперативного вмешательства и то, что мы вам хотели показать и донести до вас основные этапы. То есть формирование перфорационного отверстия, формирование дакриостомы возможно в том случае, если удаляется достаточная площадь костных структур с обязательным условием визуализации купола слезного мешка. Финальный вид операционного поля после выполнения расширенной дакриоцистериностомии. Связано это с тем, что изменены наружные ориентиры на данном препарате, потому что выполнялась операция на лице и на глазнице. Значит, что мы видим? Среднюю носовую раковину, нижний сформированный лоскут, прикрывающий костные структуры трепанационного отверстия, уложен на обнаженную кость. Верхний лоскут – это клетка герназия и слезный мешок. Верхний лоскут – это клетка герназия и слезный мешок.